Сегодня наблюдается бегство из валютного блока. Так, котировка пары фунт-доллар находилась на уровне еще вчера 1.30, и сегодня уже просели под отметку 1.28. До какого уровня поддержки может просесть британская валюта? Давайте мы об этом поговорим с нашим экспертом. Он находится на связи у нас по телефону Марк Гойхман, ведущий аналитик группы компании Телетрейд. Марк, добрый день. Добрый день, Няна. Очень рада слышать вас. Я думаю, что сейчас... Да, взаимно, спасибо. Я думаю, что сейчас сохраняется усиление давления на адвертанскую валюту в связи с последними событиями, и дальнейшее движение будет зависеть от того, удержится ли правительство в этом расколе, удержится ли сама Тереза Бейна по 100 главы правительства. И, в общем-то, она сегодня объявила, что готовится к выходу из Евросоюза без сделки. То есть, Brexit без сделки – это самое плохое, что можно предположить в данной ситуации. Сейчас пока по британской валюте в долларах есть достаточно сильная поддержка. Внизу 1.2650 и 1.27. Предполагаю, что в ближайшее время дойдет до туда цена, потому что с нынешних уровней 1.28 до этих практически нет поддержек. А дальше будет зависеть от того, какая ситуация будет складываться вокруг Брекзита. И если будет преодолена вниз поддержка 1.26500, тогда движение по фунту может уйти на 1.23. Марк, еще дополнительный вопрос. Это, конечно, составляющая монетарной политики Банк Англии. Может ли как-то ситуация с политическим ландшафтом повлиять на дальнейшие планы регулятора, например, на 2019 год, в котором пока еще в основном закладывается одно, как минимум, повышение процентных ставок? Сейчас для Банка Англии самое лучшее – это выждать позицию. Буквально на этой неделе вышли хорошие данные по экономике Великобритании. 4-1% по безработице всего лишь, и хорошая инфляция 2,5%. То есть у Банка Англии формально есть причины ужесточать политику. Но в случае Брекзита без сделки, я думаю, что он воздержится от этого движения даже в следующем году. Но при этом давайте обратим внимание также на позиции Еврофунт. Наблюдается взлет европейской валюты. Но из-за всего вот этого достаточно серьезного блока негатива по Евро, это проект бюджета итальянский Рим и Брюссель, по всей видимости, вновь столкнулся лбами. И до конца года это основной триггер. Возможно ли, что Еврофунт просядет в ближайшее время, вот в краткосрочной перспективе? А если говорить о котировке евро-доллар, то здесь потенциал снижения даже в район 1,11 сохраняется. О чем говорит техника? Есть предположение, что сейчас давление на фунт более сильное, чем по евро. Это краткосрочное давление. И вполне возможно, что Еврофунт не будет сейчас так сильно понижаться из-за давления на фунт. Но в последующем, возможно, пальба первенства в снижении действительно перевезет к евро. И тогда мы увидим большую просадку этой валютной пары. Марк, спасибо вам большое за экспертизу по валютной секции. На связи был Марк Гойхман, ведущий аналитик группы компании Телефон.